привет не знаю кто как кто рад встречи кто не рад благодарен господу за то что он дает возможность делиться определенными вещами которые я верю актуальные важные очень много вопросов у людей по поводу разных мест писания по поводу разных вариантов некоторые вопросы вы спрашиваете вот на вот именно где вы комментарии оставляете конечно не всегда мне есть возможность отвечать на них по тем или иным причинам хочу сейчас записать несколько тем относительно пророческого и войны и хочу начать эту тему с такого пророк называют тему пророк и война прежде всего хочу напомнить это конечно общеизвестный факт что не все пророчествующие пророки но все пророки могут пророчествовать но я стал замечать такую картину что когда человек движется в дырах когда человек движется в сверхъестественном пророчествует людям высвобождает слово знания слова мудрости истолкования языков почему-то люди и служители называют таких людей автоматически пророками пастор также движется в сверхъестественном Евангелист движется в сверхъестественном. Учитель движется в сверхъестественном. Критерий того, что кто-то движется в дарах Духа Святого или пророчествует, не говорит о том, что он имеет помазание пророка, что он имеет милость пророка и функцию пророка. Я думаю, некоторые люди уже это конкретно знают. Я хочу, верю, что в этих темах мы попытаемся покрыть некоторые вопросы. Итак, пророк. Пророк и война. Брат Дмитрий, какие основные функции пророка? Я думаю, одно из самых лучших мест Писания, которые показывают основные функции пророка, это пророк Иеремия, первая глава. С десятого стиха. Десятый стих, вернее. Смотри. Сначала я просто прочту это местописание. И потом мы попытаемся прокомментировать. Смотри. Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Здесь говорится о шести функциях. Шести функциях пророка. Шести функциях пророка. Теперь давайте быстро еще пройдем и посмотрим на эти функции вообще, что говорит нам этот стих. Смотри. То есть другими словами Бог говорит смотри. Когда Бог говорит нам, когда мы кому-то говорим, смотри. Что это значит? Будь внимателен. Будь осторожен. Будь бдительным. Будь сфокусированным. Готовься. Или будь подготовленным. Что-то приходит. Смотри. Я поставил тебя. Никто не может поставить пророка. Кроме Бога. Бог сам поставляет своих пророков. В тело Христова. Мы уже говорили об этом. Нельзя научиться быть пророком. Нельзя возрасти так, чтобы стать пророком. Вот я буду более духовным и поэтому я буду квалифицирован быть пророком. Пророков поставляет Бог. Согласно своего выбора. Он их избрал. И он их поставляет. Я поставил тебя в сей день. То есть есть определенный день. В который ту власть, ту силу, которую дает Господь, начинает функционировать. Поставил, поместил тебя в определенную позицию. Позицию какую? Позицию власти. И если Бог, имеющий власть и силу, поставляет кого-то в позицию, это позиция влияния, позиция власти и позиция силы. Божья позиция. Смотрите, две основные сферы. Над народами или нациями, это одна сфера. И царствами, это другая сфера. Может быть, в каком-то месте, регионе, пятнадцать народов или наций. И притом одно или два царства, в которых эти пятнадцать народов или наций будут включены. Народы и нации, это одна сфера высвобождение пророческого влияния, пророка. Вторая сфера, это царство. То есть, это власть. Это власть влиять на страны и на царство. Каким образом, каким способом? И тут идет перечисление шести функций. Когда мы говорим о народах, мы говорим о нациях, мы говорим о людях, мы говорим о живых людях, которые являются частью тех или иных нациях, о человеческих душах. Когда мы говорим о царствах, мы говорим не только о людях, но мы говорим о структурах, определенных формах, определенных элементах, определенных функциях. Каждое царство функционирует определенным образом и имеет свою структуру. Структурное начало, структурную основу. Чтобы искоренять. Искоренять. Вырвать с корнем. Разбираться с корневой системой. Разбираться с тем, что не видно. Разбираться с тем, что является фундаментом. Поэтому пророк – это фундаментальное служение. Как и апостол. Служение откровения. Искоренять. Вырвать с корнем. Это относится к определенным измам. Это относится к определенным сферам человеческого естества, бытия. Это относится к разного рода системам верований. И многое другое. Помните, Иисус говорит, что Отец Мой не насадил. Всякое растение, которое не Отец Мой насадил, оно будет искоренено. Это то, что сеял и насаждал враг. В те или иные сферы. И то, что выросло. И теперь оно там. Эти деревья, которые негативные, которые приносят негативные плоды. Это может быть в мыслях. Это может быть в социумах каких-то. Это может быть во взаимоотношениях. Где бы враг не посеял, не насадил и не попытался утвердить что-то. Пророк имеет власть и силу искоренять это. И разорять. Интересное слово. Разорять. То есть высвобождать определенное разорение. Где кто-то что-то устроял. Где кто-то где-то осел. Попытался утвердиться. И как бы все функционирует, все налажено. Но высвобождается пророческая власть через пророка. И приходит разорение. Довольно серьезное слово. Это когда кто-то разорился. Это серьезная пагуба. Все было хорошо, но я разорился. Разорять нации, разорять царство. Губить. Губить. Еще какое слово. Губить. Тут можно даже особо и не объяснять. И разрушать. То, что насадилось. То, что настроилось. Твердыни. Умозаключения. Домыслы, вымыслы. Иллюзии. Эти структуры дьявола и тьмы. И только потом созидать или строить, устроять и насаждать. И насаждать. То есть, мы имеем дело здесь с насаждением, мы имеем дело с семенем. Как это все делает пророк? Через слово. Слово Божье. Как представитель уст Божьих. Как высвободитель голоса Божьего. Как агент Божьей силы, славы и могущества. Он действует по повелению Господа. Если пророк отождествляется с этими шестью функциями, как его можно назвать? Искоренитель. Кто такой пророк? Разоритель. Губитель. Разрушитель. Созидатель. И насаждатель. Насаждатель такого слова нету, да? И насадитель. Или... Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вы поняли, что имеется в виду. Это довольно серьезная власть. Видите, дар пророчества для назидания, увещания, утешения. Но пророк, как орудие Божье, как оружие Божье, способен искоренять, разорять, губить и разрушать. Мы понимаем не жизни людей, потому что наша борьба не против крови и плоти. Он снабжен против тьмы. Любой пророк, он воин. Вот почему мы говорим пророк и война. Какая связь между пророком и войной? Прямая. Пророк, он воин. И если пророк учит, что войны нет, что война не нужна, что Иисус уже отвоевал все, отвоевался, потому что мне задают вопрос, Иисус же все уже сделал. Иисус властно подверг позору начальства и власти, восторжествовав над ними собою. Этот вопрос не ко мне, этот вопрос к апостолу Павлу, который, очевидно, не знал, что Иисус это все сделал или не понимал это до конца, когда он писал колоссянам. Когда в Ефесянах тот же апостол Павел говорит, наша брань не против крови и плоти. Битва продолжается. Поэтому этот не вопрос ко мне, а задайте его апостолу Павлу, почему он все еще пишет, что необходима война и необходима борьба. Пророк-воин. Он никогда не будет уклоняться от войны, потому что он есть орудие Божье. Орудие Божьего истребления. Он меч, он копье, он булава, он стрела, он базука. Все, что угодно. пророк пророк учит, как воинствовать в духе. Он должен научать святых, как воинствовать в духе. И пророк должен сам воинствовать, потому что, мы говорили, имеет на это силу силу и власть. И, конечно, большую ответственность. поэтому война не ведется без пророка. Война не ведется без пророческого. И ворак, барак, ворак, что значит молния, да? знал определенные вещи. Мы видим, что Илья был воином. И мы все знаем, что происходило на горе Кормил. Мы видим, что и Елисей был воином. И против него пошла целая армия, чтобы захватить его. И как он разобрался с этой армией. И как у него в его распоряжении была более могущественная духовная армия, состоящая из огненных колесниц и коней. Он говорит, те, кто с нами, больше те, кто с ними. С нами с кем? С ним. И как он обезоружил, разобрался с этой армией, которая пришла и окружила этот город. И как с пророками Ваала разобрался Илья. Судьи. Книга Судьи. Моисей. Был ли Моисей пророк? Воевал ли он? О, да. Он не воевал мечом. Он воевал Словом Божьим и посохом, который у него был. Бог использовал его как орудие войны против системы Египта, против наций, которые жили в Египте и против египетского царства и против тех богов демонических, которыми они поклонялись. Давайте посмотрим. пятая глава. Давайте, может, даже не с пятой главы посмотрим, а с четвертой главы. Четвертая глава. С первого стиха. Когда умер отцы на Израилевы, стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иавина, царя Хананского, который царствовал в Оссоре. Военачальник у него был Сесара, который жил в Харашфеш, Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, 900 танков по современным понятиям. И он жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица. То есть мы видим пророк, пророческая, жена Лапидофова. Она жила под Пальмой Девориной между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой и приходили к ней сыны Израилевы на суд. То есть здесь показано ее местоположение, где она была поставлена и даже географическое влияние. Девора послала и призвала в Арака сына Авианамова из Кедаса Нефалимова и сказала ему повелевает тебе Господь Бог Израилев пойти взойти на гору Фавор и возьми с собой десять тысяч человек и сынов Нефалимовых и сынов Заволоновых Я приведу к тебе к потоку Кессона Сесару военачальника Иавенова и колесницы его и многолюдное войско его и придам его в руки твои Варак это был я верю мощный полководец генерал в армии божией но он сказал если ты пойдешь со мною пойду а он знал где есть сила и в ком есть власть и сила а если не пойдешь со мною не пойду она сказала пойти пойду с тобой только не тебе уже будет слава на всем пути в которые ты идешь но в руки женщины предаст Господь Сесару и встала Девора и пошла с Вараком в Кедес ну и здесь описана битва глава пятая здесь она говорит седьмой стих не стала обитателей в селениях у Израиля не стала доколе не восстала я Девора доколе не восстала я мать в Израиле она была зрелым пророком она не была новичком то есть она здесь говорит что пришли огромные проблемы и нужно было что-то с этим делать определенные нации определенная нация определенное царство воюет против Израиля но Бог поставил пророков губить разрядь разрушать искоренять искоренять и она поняла что она должна восстать и она восстала когда пророк восстанет когда пророческая восстанет когда пророки восстанут в тех позициях и в том влиянии ой-ой-ой вау многим крышка врагам она говорит причину по которой все это происходит избрали новых богов от того война у ворот и когда война у ворот пророк видит это пророк знает это и пророк дает что боевой клич он слышит голос господа воинств и он собирает на войну она дала приказание генералу физической армии кого взять куда прийти куда господь приведет сесару и предаст руки воспряни воспряни девора воспряни воспряни воспой песен восстань ворак и веди пленников твоих сын Авинаамов она поет песни здесь она описывает в пророческой песне то что до этого происходило то что происходило во время битвы и какой был результат ворак он воевал физически но Девора Дебора воевала духовно тогда немногим из сильных подчинил народ Господь подчинил мне храбрых Бог будет подчинять пророку храбрых это не будет делать сам пророк а лже пророк он будет пытаться всегда подчинять других себе но когда мы будем иметь дело с истинным пророком Бог будет подчинять храбрых чтобы они были непосредственным исполнителем вошли в исполнение пророческого слова как орудие исполнения этого слова она описывает дальше кто пришел в двадцатом стихе она говорит о конфликте который происходит в духе с неба сражались звезды с путей своих сражались с тесарою мы понимаем что это не были физические звезды но мы знаем что звезды в священном писании это также ангелы ангелы высокого уровня и высокого ранга потому что они имели свои пути и с этих путей по повелению господа они сражались то есть была борьба в физическом и была борьба в духе поток кессон увлек их поток кедумим поток кессон попирай душа моя силу вау вот она пророческая попирай душа моя силу тогда ломались копыта конские от побега и побега сильных его и так далее тут много чего можно взять из-за этой песни и чем она заканчивает тогда погибнут все враги твои господи любящие же его да будут как солнце восходящее во всей силе твой то есть мы вкратце посмотрели связь пророка и война какая связь конкретная непосредственная благословений вам аминь аминь аминь